Всем привет! С вами психологи Нев Моди, и это канал, на котором мы говорим о моде и о ней же через призму психологии. Так что подписывайся, у нас будет интересно. А сегодня мы говорим о прошедшем бале Мэтт Галла. И, как вы видите, мы сами принарядились. Как вам наши образы? Оставляйте комментарии. Понравилось, не понравилось? Просто мы старались. Да, мы очень старались. Немножечко расскажем про Мэтт Галлу, про историю. Начался этот бал. Даже этот был не бал, а такой званый ужин в 1948 году. Его основательницей была Леонора Ламберта. Она была первой, кто начал недели моды в Нью-Йорке еще в 43-м году. Потом она начала работать с институтом костюма. В общем, все так развилось-развилось. Потом подключилась к этому всему мероприятию уже в 70-х Диана Вриланд, известный редактор ВОК американского. И сделала это мероприятие еще популярнее. И добавила такую фишку, как тематика. И тогда первым в 73-м году темой была Мир Баленсиага. В 90-х добавилась Анна Винтур. Ну и уже сделала из этого настолько помпезное мероприятие, которое мы знаем сейчас. Масштабное и очень дорогое. С приходом Анны Винтур за посещение этого мероприятия надо было уже платить. Спонсоры бренда выкупают столики на Мэтгаллы, чтобы звать туда звезд определенных от своего имени. И цена одного столика варьируется около четверти миллионов долларов. Ну, зато приглашенные звезды ничего не платят. И так приходят просто отдохнуть, покрасоваться. Оторваться просто по полной. Особенно вот сейчас мы сделаем обзор на Мэтгалла 23-го года. И там были очень, конечно, интересные образы. Да, ну я думаю, что она отмечает с красной дорожки, потому что в этом году Мэтгалла последовал вслед за Оскаром. И впервые отменил свою красную дорожку, сделав его цвета шампанского. Или как будто разлилась паста. Здравствуйте, мемы. Дизайном дорожки занимался очень известный японский дизайнер. И он включил туда и эко-повестку, потому что все боковины дорожки были выполнены из пластиковых бутылок, которые уже были переработаны, они потом их еще отправят на переработку дальше. И люстры были выполнены из этих бутылок, но выглядело странно. А сегодня в нашем выпуске не будет модного оракула, так как этот выпуск частично связан с Карлом Лагерфельдом. Он у нас был, выпал в прошлый раз. Следующий выпуск у нас будет чисто про Карла Лагерфельда, а сейчас пока Мэтгалла. В этом году гости подготовились как будто бы гораздо лучше, чем в предыдущем. Тематика была более понятная, четкая. Но вот лично на мой вкус получилось немножко скучновато. И обилие вот этих платьев со свадьбы, очень много белых платьев, девушки на выданье получились, но все равно мне нравится. И в основном это была, конечно, черно-белая гамма. И первый образ, с которым мы сегодня начнем, это Кайли Дженнер в Жан-Поль Готье. Мне не совсем нравится накидка. Мне кажется, не очень хорошо сочетается вот такой красный цвет с голубым атласом. Но платье, платье шикарное. А особенно туфли. Оно прям повторяет вот эту асимметрию платья. Это очень выгодно, конечно, смотрится. И на похудевшей Кайли это выглядит достойно. Мне очень понравилось, потому что, мне кажется, очень классно и продуманно. Оно сочетается с самой дорожкой, достаточно выгодно смотрится. Я прям осталась в восторге. Это один из моих любимых образов с этого мангала. Ставим ей пять и идем дальше. Красное и невовторимое. Мне кажется, здесь Versace прям читается. У них в последнее время, мне кажется, входит прям в ДНК этот дизайн с булавками. Я здесь еще вижу соединение, на самом деле, стиля Versace с Шанель. Это вот эта ткань. За счет ткани. Ткань, да, ткань от Шанель. Такой стиль, такой панковский какой-то. Выполнен вот этими вставками с булавками. Очень красиво. Ким Кардашьян, да, сколько ходило разговоров о том, что ее не будет. Потом ходили разговоры, что она будет идти вместе с кошкой Лагерфельда. В итоге она пришла одна, но в потрясающем платье от Скеапарелли. Я думаю, кошка шупит и выдохнула. Да, радовалась немножко. Так, господи, на старости лет моих пасачек. Мне платье нравится, оно, конечно, имеет для меня какой-то пляжный вайб. Когда вот в детстве ездили на море, и там постоянно продавались вот эти вот гирлянды из ракушек. Вот мне почему-то очень напомнило. Даже что-то от гавайского какого-то вайба есть. Она, ну или ее стилисты, для Мангала придерживаются прям одного стиля. Это похоже как-то по настроению и на прошлогодний выход в ее платье Монро, да, силуэт, цвет, блеск. Это похоже и на легендарное ее мокрое платье, когда она вышла, обтянутая латексом с этими прекрасными каплями. Очень красиво было. У Ким всегда она подчеркивает свои формы. Это вот железняк. Дуаль липа в платье от самого Карла Лагерфельда, от Шанель, винтажное, 92-го года. Вот это как раз и есть бриджилл вайб такой. Это платье шикарно смотрелось на Клаудио Шифер. Она закрывала, кажется, показ, вместе с ним выходила. Мне она напомнила белоснежку. И вот этот бриллиант от Тиффони. Шикарно. Ну, дальше на повестке дня у нас потрясающая пара. Я не знаю, я обожаю их просто всем сердцем. Причем как его, так и ее. И это Тайка Вайтити и Рита Ора. Причем мы обе для себя открыли нового дизайнера Гурунг. Он очень красивый вообще делает платье. Сейчас будет дальше следующее. Вот эти ногти, этот маникюр, я не знаю, мне кажется, он сейчас войдет в моду. Девочки, записываемся на ноготочки. Наверное, ей было очень неудобно накушать и пить коктейли. Постоянно вот эти цепи попадаются в наш в рот. Я вообще в восторге от Тайки. Он пришел в образе от Тори Бёрч. И этот потрясающий цвет его удлиненного смокинга, это пальто смокинг такое, невероятная ткань, очень дорого выглядит. Все это сочетается и с дорожкой, и с образом Риты, и черкивает его вот этот седой цвет волос. Просто пара точно, вот топ. Ну и следующее платье от этого же дизайнера Парабалгурунг. Боже, надеюсь, мы правильно произносим. Парабалгурунг, ну вообще... Парабалгурунг! Парабалгурунг! Гугл говорит так и говорит. Мы так и говорим, мы простые люди. Я просто была в восторге. Ну, во-первых, цвет кожи, он идеально перекликается вот с этим отливом золотым. То есть это... Сочетание волшебное. Волшебное, да. И единственное, что не нравится, это в вуаль на глазах, потому что она по цвету как будто бы забивается. Она, естественно, очень хорошо сочетается с ее цветом кожи, но сетка, которая находится внизу, она все-таки больше к черному оттенку. Но образу ставим просто 10 из 10. Марго Робби в Шанель винтажном 93-го года. Это вот такой красивый акцент на корсете, да? Это не обычный корсет, он прозрачный. И смело, но при этом в рамках классики остается. Да, ну и мне, конечно, очень понравилось, что многие звезды пришли реально в винтажных образах, которые создавал сам Карл. Они все актуальны. Пришла наша версия Шупет. Науми Кэмпбелл. Тоже звезда и тоже Лагерфельда. Платье от Шанель. Это греческая статуя. Эти браслеты, они так хорошо дополняют образ, они перекликаются с элементами вышивки и дополняют сам этот образ статуи античной. Ну и сама Наоми Анина, конечно, такая точеная. Пыльный розовый такой атлас, он очень круто перекликается с ее оттенком кожи. Оттенком кожи, да. Ну, Николя. Это любовь. Это любовь, это платье, которое было в рекламе Шанель номер 5. Самая дорогая реклама, насколько я знаю, сейчас в мире. И я помню в детстве я смотрела эту рекламу, там такая красивая была вот эта Николь, как она бежит. И это платье развивается, там за ней шлейф летит. Да, раскидывает этот шлейф. Вообще шикарно. И я думаю, это олицетворение Мэтт Галла 2023 года, посвященного Карлу Лагерфельду. Карди Биф, Чен Пенг. Опять эти розы, 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 цветы, цветы, цветы. Это розы на новом уровне в 3D просто масштабе. Я когда смотрела, мне почему-то напомнило какое-то странное сочетание Шанель. И вот те огромные пуханы, которые Кайни Уэст как-то несколько лет назад надевал, вот эти там. Сама юбка, она мне напоминает кожаный диван. Я смотрю на эти розы, они мне кажется в кошмарах будут сниться, потому что они как будто тебя хотят поглотить. Да. Поглотить. Их уничтожить. Она здесь сделала омажь, собственно, самого Карла, об этом говорит нам и прическа, и вставка с галстуком, рубашкой. В принципе, ну, интересно и для Мэтт Галла вообще самое оно. К сожалению, Шупет лично не смогла прийти, поэтому она наняла Джареда Лето для того, чтобы он пришел в ее, как бы... В кодиле аниматора. Да. Мне нравится вот эта голова. Она так круто сделана. То есть она такая реалистичная и очень похожа на кошку Шупет. Ну, Шупет — это кошка Карла, и она получила все его практически наследство. Да, самая богатая кошка в мире. Да, она очень хорошо живет, я думаю, она продолжает хорошо жить, и она не сильно расстроилась того, что она не была на Мэтт Галла, вот. Но Джаред Лето как бы за нее отдувался. Мне очень понравились видосы, где Джаред, он пришел сразу в этом костюме к кошке полностью, и он подходил обниматься с разными звездами, и в частности, он подошел обниматься к Лизу. Лизу просто смотрит в сторону и такая, кто это? Что происходит? И там оказывается Джаред Лето, и у нее просто приступ счастья и шок, а она такая, господи, это был Джаред Лето. Там были все в шоке. Это очень забавный, кстати, был Мэтт Галла, столько приколов, 100 беден приколов с тараканом, это просто нечто. С тараканом? Да, что на дорожку, короче, забежал таракан, откуда-то прям такой, вот такой таракан. Из бутылки, наверное. Ага, выпался. И он прям бежал такой по этой лестнице, карабкался вверх. Этого таракана заметил фотограф и просто устроил ему дикий фотосет. Теперь просто это главный мем, даже таракан был на Мэтт Галла, а ты нет. Он не упустил свой звездный шанс, просто это его минута славы. После таракана идет, вероятно, Карли Клосс со своим камин-аутом на этом Мэтт Галла. Мне очень нравится, как вот это повторение рисунка на платье происходит за счет бус. Очень красиво. Да, выглядит так, как будто бы при соприкосновении металлов остается какая-то ржавчина, след. Наша пампушечка, наша зефирчка. Наш любимый просто. Харби Гилен. Он любит выйти и произвести впечатление. Вот обязательно ему нужно покрутиться, обязательно ему нужно поднять свой шлейф. Я здесь король. Честно говоря, его образ мне не нравится совсем. Чересчур какая-то плюшевость. Получилось как будто карикатурно. В общем, не очень. Чтобы вы понимали, вот в каких условиях мы снимаем. Катя сейчас ходила, разбиралась с чуваком, который сверлил нашу дверь. Точнее, стену. Все, у нас есть время, сейчас доснимем. Пока переходим к Джей Ло. Она выглядит классно. Мне почему-то, когда я первый раз увидела этот образ, показалось похожим на прошлый год. Джей Ло, мне кажется, она любит вот именно такие акценты на прикрытую грудь. Да, но по минимуму, чтобы было видно ее тело. У нее тело шикарное для ее возраста, конечно. Да, оно вообще в принципе шикарное. Да, и даже для нашего возраста было. Да, платье от Ральф Лорен. Все классно, все круто. Огромный шлейф, да. Очень красиво. Да, замечаем, что розовый цвет у нас идет такой прямо ниточкой. Это, мне кажется, супертренд будет и в этом году, и, возможно, даже в следующем. Причем такой сдержанный, пастельный и, возможно, еще тоже пудровый. Жизель Бунхен. И опять у нас винтаж от самого Лагерфельда. Да, это платье Шанель. Она в нем снималась для обложки Карпас Базар в 2007 году. Вот отсылка к Ангелу Виктории Сикрет, которым она тоже была. Мне кажется, ее не отпускает вообще, в принципе, этот образ. Меня радует, что она начала появляться. Она после развода надолго бросила карьеру модели. И сейчас она вновь стала появляться. Пэрис Хилтон. И ее дебют на Мэнгал. Когда впустили, наконец. Надо показать все, что есть. Платье от Марка Джейкобса. Туфли. Туфли меня просто вымораживают. Вот вообще. Мне, если честно, не понравилось ничего в этом образе. Абсолютно совсем ничего. Все как-то. Как будто бы ей очень большие перчатки не по размеру. Хотя я слышала у одного моего очень любимого историка мода современного. Он говорит, что перчатки это, наверное, одна из самых интимных вещей. И если вы их надеваете, то они должны быть вам идеально по размеру. Либо не надевайте их вообще. Мне абсолютно не нравится сочетание тканей. Кожа с тканью, которая вся в стразах. Это выглядит слишком странно. Вот сам Марк Джейкобс, он как бы вообще-то очень хорошо выглядит. Отличный образ. О, Федро! Такой мужчина, конечно, горячий, особенно в этих шортиках. В нем есть что-то прям очень притягательное. Огонечки такие. Что-то точно от Федро. Федро у него есть. Я, кстати, думала сначала, что это образ от Прада. Причем вот очень похоже как будто на ту коллекцию со злодеями тоже. Которую мы упоминали в прошлом видео. А потом, когда я узнала, что это Валентина, я так удивилась. Но это все равно очень классно. Мы сейчас обсуждали Кэндл Дженнер. И она просто стояла на фоне люстр. Вот эти люстры из бутылок. Как тебе? Что они тебе напомнили? Напоминают советы от Первого канала. Там постоянно кто-то рассказывает. Да, о чумилые ручки. То есть получается у нас Первый канал так в теме, в тренде, в моде вообще. Да давно уже. Сколько этим очумилым ручкам лет? Ну мы вернемся к Кэндл. В принципе, в ее образе прям чувствуется настроение Лагерфельда. И по сочетанию материалов. И цвет, понятное дело, черно-белый. Мне не нравится ее образ, потому что опять вот эти колготки, ну они портят все. Телесные колготки, их очень редко, когда вообще можно использовать. У королевских семей по этикету нельзя выходить с голыми ногами. Даже там в плюс 40, в плюс 50. И поэтому они всегда выбирают колготки 5 Дэн. Причем, ну, надо очень тонко подбирать все под оттенок кожи. И тогда будет классно, да. Здесь, ну, прям видно, что она в колготках. Особенно по цвету руки и ноги. Кстати, образ тоже от Марка Джейкобсона. Ну, Джеймс Макфлой, это моя любовь. С Бейером. Это главный атрибут Карла Лагерфельда. Карла Лагерфельда, он очень любил. Он особен, он умел варьировать им. Он прям умел и прятаться им. Ну, и Макфлой здесь с этим поднятым воротничком, с этим потрясающим акцентным галстуком, который тоже отсылает к Лагерфельду. Это просто, она настолько элегантна. Джессика Чистейн. В куче. Да, я удивилась, когда ты сказала, что это парик, скорее всего. Я ее привыкла видеть рыжей, но все-таки блондинкой ей тоже очень идет. Да, так ярко выглядит сразу. Очень современно, да. Конечно, ее рыжий цвет, это ее индивидуальность. Но ее вот с блондом, она прям суперсовременно выглядит. Очень свежо. Прям такая снежная какая-то королева. И мне нравится, она вышла сначала в черных очках, тоже отсылка к Карлу Лагерфельду. Мне очень нравится вот этот вот союз их с гучи. Причем гучи понимают, да, кого они одевают каждый раз. Это всегда разного образа под характер. Ирина Шейк. Да, Бьёджи Ямамото. И мы с Леной сошлись в том, что нам не очень нравится этот образ. Мне дико не нравится, потому что очень неаккуратно выглядят эти жгуты. В целом верх очень неаккуратно, неопрятно даже выглядит. И ты сама шея как будто очень устала на этом фото. Но мне нравится низкий ход. Мне в принципе платье более-менее не нравится, потому что мне нравится вот этот эстетик японских дизайнеров, этот их деконструктивизм, вот этот их особый вайб. Но мне не нравятся эти чешки, честно говоря. Мне не нравится это украшение. Мне кажется, оно не сочетается со всем образом в целом. Но и макияж немножко подкачал. Да, и прическа у неё как будто растрёпанная, только что вышла из ванны. Да, а дальше у нас валанчик для бадминтона. Это Флоренс Пью в Валентина. Вот эта грудь, не знаю, это какой-то особенный акцент её стилистов. Почему выбирают для неё такой образ, непонятно. Мы с Леной постоянно просто обсуждаем образы Флоренс Пью. Они все похожи один на другой, все почему-то с этими особенностями. Ей это не идёт, это ещё больше расширяет её плечи. Не очень красиво сидит на груди. Выглядит натянутым, как будто бы оно ей мало. Талии как будто вообще нет. Приблюстнута опять вот эта грудь. Очень массивная получается вот эта верхняя часть тела. Ну и валанчик. Но не совсем понятно. И аксессуар, который выглядит достаточно своеобразно. Сальма Хайк. Наша любимица в Гучи. Вот опять, каков клиентоориентированный подход у Гучи? Тут разные на самом деле фактуры тканей. Да, вот это кружево на ногах. Чулевая такая юбка и лаковая кожа корсета. Это, возможно, тоже чуть-чуть too much. Но это отсылает коллекция Мудерфельда. Это подчеркивает характер горячей, огненной Сальмы. Да, особенно вот прическа сзади с этими розами. Один из любимых моих фильмов с Сальмой Хайка, Пенелопа и Круз. Бандитки. Точно. И вот мне очень напомнила эта Сальма именно в том фильме. И еще у меня какая-то есть ссылка к Фредди. Ну, горячая, конечно, Сальма. Криджи в прекрасном платье от Дживанши. Ну, мне нравится очень в стилистике вечера. Очень похоже даже немножечко на айконик выход. Мне тоже очень нравится. Корсет. Причем вот не выбиваются из всего стиля вот эти отшивки на корсете. И перчатки. Это все очень элегантно. Причем это выглядит невульгарно. Кристин Стюарт. И ее контракт с Шанель. Этот классный выход получился. Даже плюс-минус в стиле самой Кристин. Все гадают, конечно, когда уже этот контракт кончится. Но здесь все не так плохо. Мне нравится, что это действительно в ее стиле. В таком панковском. Она в обычной жизни как панк выглядит. Даже Брой нравится. Очень прикольный, классный и достаточно свежий образ получился. Кара Дельвинь. Собственно, в самом Карле Лагерфельде. Она была его музой. Очень круто, конечно, подобрала вот этот образ. И перчатки, которые придумал Карл, и образ. Все очень круто. И прическа, и цвет волос, и макияж. Отличный получился образ для этой тематики. Такой развазный роковой. Да, я считаю, она большая молодец. Ну, долгожданный выход Рианы. Все так ждали, так ждали, в чем же она придет. Она пришла в цветочках, конечно же. Но потом она цветочки сняла. У них с Асапроки получился классный образ, в котором они делали отсылки, во-первых, на самого Карла Лагерфельда и его выход. Риана приехала в шубе, которая тоже винтажная, с показов, в которой ходила Наоми Кэмпбелл, если я не ошибаюсь. Все следили за их выходом из отеля. Риана Валентина. И мне очень нравится. Мне, конечно, нравится без вот этой клумбочки. Особенно вот эти очки с накладными ресницами. Накладными ресницами. Красиво. Хотя мне очень не нравится образ без этой клумбы. Да? То есть там как-то, как будто бы пропорции не очень удачно играют. Да, пытались подчеркнуть ее беременность, но в итоге, ну вот что-то, на мой личный взгляд, как будто бы что-то пошло не так. Мы просто покажем вам, чтобы вы знали, что это было. Это ли у нас на кодровой дорожке Мэтт Галла. Мы не знаем, как это комментировать, поэтому мы просто идем дальше. Вы все сами видите. Вы все сами видите. Да. Доджи Кэт. И еще одно напоминание о том, что прекрасным героем этой кодровой дорожки должна была быть кошка Шупет. Король и королева Бала. Это вот Джаред Лето и Доджи Кэт. Кошечки. Ну, с опушечкой и котиками. Да, она в своем стиле, в таком шоковом, удивить всех. У нее это получилось. Ее команда визажистов, я считаю, 10 из 10 ребятам надо чуть ли не памятник поставить. Сколько они готовили этот грим. Что образ от носки аппарелли, когда они ее обклеивали этими стразами 5-6 часов, что здесь. Это выглядит все очень классно, органично. И платье хорошо само по себе, и маникюр острый. Тот же Кэт выбрала платье от Оскара Де Лоренто. Ну, и выглядит это все шикарно, в тему. И сзади мне очень понравилось. И у нас последний, наверное, блок. Это когда, ты знаешь, пришел на какую-то вечеринку, а там девушка с таким же платьем, как у тебя. Как неловко вышла нам Эдгала у этих двух девушек. Мне кажется, сюда подойдет тот самый старый мем с платьем. Какое вы видите, типа синий-черный или белое-золотое? Да, да, да. Мне белое больше понравилось. Да, стоит отметить, что это платье от Хлоя. В принципе, очень интересный силуэт у них. Это вообще какой-то даже египетский вайп. Да, мне тоже прям Египет-Египет такой навеяло. Я голосую за черное платье, если что. Уж как вы решите? Мы немножечко разделились. Пишите, да, в комментариях. Ну, еще у нас последние подружки. Да, которые пришли тоже на выпускной вместе, уже договорились. Только сильно разноозрастные. Да, это Ели Колинс и Вера Вонг. Мне не нравятся надписи, но корсеты... Вот корсеты-то шикарные. Да, которые у Лили Колинс, корсет выглядит великолепно. Это чистая отсылка к Лагерфельду. Особенно вот эти валанчики. Продолжение корсета в виде подвязочек. Она мне напомнила себя же в фильме. Кого она играла? Белоснежку, по-моему. Точно. Тоже в таких этих огромных пачках. Но выглядит очень стильно. Мне тоже не очень нравятся эти надписи. Хотя я понимаю, что это прям отсылка к бренду Карла Лагерфельда. Он любил делать там логоманию. И тоже были все эти крупные надписи такого же шрифта. Но мне почему-то не нравится просто, что его имя как будто бы тянется по полу за ними на этом шлейфе. Там еще были какие-то платья с шлейфом в виде фотографии Карла Лагерфельда. Да, ковер там. Кто-то принес с собой ковер. Ковер. Карл на ковре. Вы серьезно? Чтобы Карл позволил себя так... Да, свое лицо и так протащить по полу. Вот такой вот у нас получился обзор. Такие образы мы для вас выбрали. Еще несколько интересных образов мы здесь пустим для вас. Дорожка и слайд-шоу. Надеюсь, вы так же, как и мы, повеселились. Потому что Мэтт Галла, мне кажется, отчасти для этого и создан для того, чтобы народ развлекся. Может быть, поржал. Мы поржали. Создали масики какие-нибудь. Следующий выпуск у нас будет уже непосредственно про самого Мэтра Карла Лагерфельда. Подписывайтесь, чтобы его не пропустить. А история у него очень интересная, очень глубокая, масштабная и, наверное, вневременная. Подписывайтесь, ставьте лайки и до следующих встреч. С вами были психологи не в моде. Пока. Пока.